запись пошла сегодня у нас 23 марта ольга расскажите пожалуйста какими вопросами вы к нам обратились я выражаю свое твердое намерение и волю к освобождению хочу расторгнуть все контракты под контракты соглашения сделки договора клятвы обещания и в том числе если будет глобальный контракт хочу освободиться от всех интерферентов подключек имплантов и связанных с ними всех негативных воздействий и убрать все последствия этих воздействий во всех воплощениях временах и пространствах хочу также очиститься от магии колдовства различных негативных программ и бесплодных и убрать все последствия этих вторжений во всех воплощениях временах и пространство и вернуть все негативные программы, порчу туда, откуда они пришли. Снять родовую порчу. И хочу расторгнуть все договора и контракты со всеми гадалками и целителями, всякими бабушками и сущностями в их обличии. И отменить все эти обращения к этим гадалкам, убрать все подключки, метки, привязки, негативные программы и последствия этих обращений. И хочу отменить все события, где по незнанию законов вселенных я пыталась помочь себе и своим близким и проводила магические ритуалы, читала заговоры под руководством этих же гадалок и колдуней. Так я пыталась снять порчу и приворот из себя и со своего мужа с целью вернуть здоровье и покой в свою семью и защитить жизнь своих родных. Также хочу отменить события, когда гадалка мне напугала информации об опасности жизни своей дочери и подсказала мне ритуал, что я должна отмолить ее церкви материнской молитвой, спасти ее жизнь. В общем, я не любитель посещений церкви была, но страх за ее жизнь заставил меня согласиться и, в общем-то, выполнять эти ритуалы. Также хочу освободиться от всех эгрегоров, в том числе и христианского. Отменить обряд крещения и убрать свою часть в крещении дочери Анны. Когда мы крестились, то были только моя мама, я и дочкой. С нами был священник. Он сказал, что мы будем друг у друга крестными, но других людей с нами не было. А крещение у нас вынудили целители, которые не хотели с нами иначе работать. Также очень хочу избавиться от гибридизации и восстановить свою натуральную ДНК светоносного человека и убрать последствия мини-абортов и попросить прощения в нерожденных душ, если они есть. И также отменить все события, которые привели к этим абортам. Убрать все эфирные беременности, если таковые были, и последствия от них. Значит, вот еще один аспект. Мою первую любовь звали Владимир. Мы расстались. Если осталась к нему подключка, я хочу ее убрать. И также очиститься от всех подключек и привязок с мужчинами, которые были в моей жизни, и убрать все негативные последствия этих подключек. И вообще отменить все эти события и эти все знакомства. Мы посещали сеансы Кашпировского. И хочу убрать и очиститься от воздействий Кашпировского и Алана Чумака, если был гипноз, отменить. И также отменить все походы на эти сеансы и просмотры видео и по телевизору. Начинала и бросала читать книги, не пошли. Левашова, Лазарева, Корнеги, Луизы Хей. Если вдруг остались какие-то подключки, то их удалить. Но книги меня не впечатлили вообще. Очень понравились книги Владимира Мегре, «Звенящие кедры России» Анастасия. И «Любовь по новой. Откровения ангелов-хранителей». Но если есть негативное воздействие от них, то я готова с этим всем расстаться, очиститься и удалить это все. Пожалуйста, посмотрите, как влияют на меня приборы Академика Кольцова. Это корректофункциональное состояние, кратко КФС. В инструкциях написано, что они повышают вибрации человека и структурируют воду. Мы ими пользуемся уже лет 8, наверное. Хочу убрать блоки негативного денежного эгрегора, отказаться от него и подняться к положительному потоку изобилия. А также убрать блоки обиды, страха, нелюбви к себе, неуверенности в себе. Блок принятия важных решений и блок изучения иностранных языков. Почему-то решила, что мне это трудно. И боязнь воды и страх не нащупать ногой дно. Вот еще вопрос. Хочу узнать, нет ли откачки энергии через чувство сострадания к бездомным животным? Если есть, то как помогать им, не теряя энергию? Потому что у нас в доме живут три кота и собака, и на даче собака и кот, и все они спасеныши. И огромная просьба к Виктории, если можно, очень прошу посмотреть кота Феликса, которого мы нашли, найден был дворником зимой на мусорке в туго завязанном мешке. Он был слабый, но живой. Я его забрала к себе, долго выхаживала, но он болеет. Выпадает шерсть, в общем, плохо кушает. Если можно, чем-то ему помочь и узнать, сколько ему лет, и что он ест, потому что не могу никак его в норму привести. И еще у меня такая душевная зацепка. У меня был кот Масяня, которого я вынужденно отдала в другую семью. Мои коты его обижали. Там он потерялся, жив он лет или нет, нашли его или нет. Потому что связи с семьей нет, они переехали. И если можно, я хочу у него попросить прощения, что я его отдала. И убрать чувство вины, ну и привязка к нему, потому что для меня это важно. У меня даже снился, когда потерялся. Хочу узнать, является ли мой муж Владимир моей родственной душой или послал мне интерферентами. Конечно, большой вопрос, как он на самом деле ко мне относится. Он очень скрытный, немногословен. Разрешение он дал. Я перед сеансом его спрашивала. Потому что с ним в мою жизнь вошло колдовство. Свекровь Маргарита делала мне порчи ритуалы, потом любовница Инна делала привороты ему, а мне порчу. Я стала болеть, терять красоту. Свекровь Маргарита? Маргарита. А любовницу звали Инна. И я стала болеть, терять красоту. Потеряла карьеру, уверена в семье. Мы ссорились, но не разводились. В общем, что-то нас сильно удерживало. То есть непонятно, что это было. Если колдовство, то я хочу от него избавиться. Муж тоже семью не бросал, даже под воздействием этих приворотов. Я его не держала, но и не выгоняла. Такая ситуация. Я видела, что он под воздействием и старалась ему помочь. Ну и в моём окружении нашлись добрые люди, которые подсказали обратиться ко всяким гадалкам, целителям, ну и так далее. И я к ним обращалась по незнанию, их слушалась. Сейчас всё осознала, я хочу всё отменить и всё это убрать. Потому что прошло уже более 15 лет и хочу снять все негативные последствия, ну и его измены моих обид и восстановить свою красоту и здоровье. В нашей квартире многолетний делался ремонт, что-то всё время мешало. Если есть какая-то эзотерическая причина, и вообще хочу почистить своё жилище. И также почистить пространство нашей дачи от негативных энергий кражи и взлома. И вообще отменить это событие. Я думаю, наша там дача состоит из нескольких участков, но они записаны на всех членов семьи. Если это имеет значение для очистки эзотерической или нет, не знаю. Посмотрите, пожалуйста. Нет ли подключки к каналам космоэнергетики? Так как один из моих знакомых, его звали Виктор. Он занимался космоэнергетикой, и я просила его поставить мне защиту. Сделал он это или нет, я не знаю. Он умер. Если сделал, то я хочу, значит, это удалить и отменить свою просьбу вообще. И вообще хочу освободиться от всего, что мешает мне быть здоровой, молодой, красивой, успешной и очистить свое энергопространство, а также дом, дачу и всех своих животных, домашних и дачных. Духовными практиками не занималась. Сны раньше снились яркие, но утром я их почти не помнила. Разгадывала посольникам, а сейчас просто все отменяю. Какая-то ерунда снится. Хочу передать информацию обо своем освобождении родным и близким. Мужу Владимиру и дочери Анне. Двою родному браку Дмитрию и его сыну Антону. Ну и, если возможно, в ушедшем из жизни моим родителям, отцу Николаю, маме Галине, бабушке Ольге, деду Ефиму, тете Ларисе, ее мужу Георгию и их сыну Константину. Ну и всем людям, которые меня любят, знают и захотят ее получить эту информацию. И если будет возможность посмотреть, в каких пространствах мои родители и бабушка с дедушкой. И, может быть, им какая-то помощь нужна. Или, ну... Передать информацию. Да, ну передать информацию обязательно. И хочу, конечно, наладить коммуникацию между своим подсознанием и рациональной частью. По здоровью кратенько. Частые простуды, повышенное давление, боли в области сердца, упало зрение, ухудшился слух, высыпание на кожу, лишний вес, варикоз, ступни болят, боль в коленях, суставах, портятся зубы, ухудшение памяти, концентрация внимания. И еще тяжело и долго засыпаю, потом утром просыпаюсь, часто с головной болью, стою неотдохнувшая. Много травм в ног, переломы, трещины, вывихи, ушибы, растяжения, там, кусы котов, бурситы, было ощущение, что меня как будто кто-то толкает или ставят под ножку. Сильно и часто кусали мошки и комары, остаются следы, долго болят. Есть ли какая-то причина от этого, что можно сделать? Боли в спине, в плечах и вот между лопаток. Ну и напряженный, неприятный запах тела появился несколько лет назад. Ну, в принципе, все. А, по здоровью. Еще на руке. Ну, на левой руке в последнее время на одном и том же месте то растяжение связок. И в это же место дважды в разное время очень сильно кусали коты. Причем разные коты. Как-то так. Ну, если возможно, хочу записать программу оздоровления и омоложения. Так, кратенько. Я родилась вперед ногами и обвитая пуповиной. И сразу не кричала, врачи откачивали слизь, ну, чтобы могла дышать. Потом в детстве, в взрослой жизни часто болела простудами. Еще при рождении у меня второй, третий пальцы на обьих ногах сросшиеся наполовину. То есть, маме говорили, что это потому, что она, когда была в положении, что-то делала в церковный праздник, там, шила или еще что-то. Но она не крещённая. И в церковь она не ходила. Хотели делать операцию по разделению, но врачи не давали гарантии, что опять не срастутся. И мама отказалась. С детства было обостренное чувство справедливости, ненависть к лжи, лицемерию, притворству. Предательство было самым худшим поступком. Но я считала, что так все такие люди должны быть добрые и честные. Но в жизни всё не так. Дружила больше с мальчишками. У них всё было просто. Либо враги, либо друзья. Девчонки врали, как-то и подруг у меня не было. С 15 лет был случай. Меня взяли знакомые с собой на море. И там на пляже, играя в мяч, я побежала, он покатился в воду. И потом у меня провал в памяти. Очнулась на берегу. Но помню ощущение внезапного отсутствия опоры под ногами. Хотя я вошла в воду всего на пару шагов и провалилась. Очнулась уже на берегу. Ну, сказали, что попала как бы в промоину. Но я её потом пыталась найти. Я не нашла эту промоину. Физически я её не видела. Хорошо, что предупредила друзей, что я не умею плавать. Но шестью с детства меня родители возили на море и учили плавать. Но почему-то я не хотела и боялась плыть глубь. Только вдоль берега. Когда ногой всегда попробую дно. И тогда только могла, значит, ну, барахтаться. Мешал страх. Откуда он взялся? И хочу от него избавиться. Избавиться и стереть это плохое событие. Ещё была ситуация, когда моя дочь на каком-то дне рождения буквально съела кусочек торта. И с тяжелейшим отравлением попала в реанимацию. Все остальные друзья ели. У всех всё нормально. Я очень испугалась. И была такая ситуация, когда я под стенами больницы кричала во весь голос. Господи, спаси её, я всё отдам, только пусть она живёт. Я понимаю. Он сейчас. И если я в этот момент подписала контракт, я его хочу расторгнуть. Ну, тут я не знаю, в детстве я вообще всё как-то мне легко училась. Всё мне было, мне родители водили там всякие рисования, пение, балет там и прочее. Я легко училась. Мне было неинтересно, потому что не давали педагоги более сложную программу, а сидеть и ждать, когда остальные дети в кружке выполнят задания. Ну, неинтересно. Я бросала. И получилось, что всего по чуть-чуть и, ну, нигде толком. Ну, так же и музыка была. Учительница меня не захотела со мной заниматься, потому что я раз прослушала и на память всё шпарила, надо с листа. У меня даже в голову не приходило притвориться и делать вид, что я с листа читаю. Ну, музыка моя закончилась на этом. Хотя слух хороший. И в школе так же. Уроки делала быстро, только письменные. Устные запоминала ещё в школе. Писала на автомате, без ошибок. Никогда не учила правил и теорем. Я их откуда-то уже все знала. Психи из школьной программы помню до сих пор, хотя я их вообще никогда не учила. Ну, пару раз, может, прочитала. Учителя меня любили, но поведение было неусидчивым. Энергия пёрла во все стороны, тихо сидеть было нудно. Ну, остановилась я на спорте, поменяв пару секций. Ну, это способности или генетические от родителей, или это от прошлых воплощений, тоже непонятно. И вот повредила барабанную перепонку. Сидела, вязала в кресле, резко зачесалось ухо. Не захотела вставать, тыльной стороной крючка чуть-чуть как бы, ну, почесала. И уже руку убирала, как кто-то меня вроде как подтолкнул. Повредила барабанную перепонку. В общем, слух нарушен. Тоже сейчас понимаю, что, наверное, товарищи мне помогали. И ещё, я, когда слушала медитацию вот эту, я победитель, как-то увидела себя как огненного ангела с огненными крыльями, почему-то в чёрном пространстве. И при взмахе крыльев вот такой характерный звук, когда горящим факелом вот машешь, такой треск со свистом, шелест такой. То есть, что это было, непонятно. Я раньше слушала эту медитацию и засыпала. Потом, слушая в следующий раз, понимала, что слышу некоторые фразы впервые. И так было много раз. Но раньше вообще медитациями никогда не занималась. Иногда слушала индийские мантры, ну, потому что приятная мелодия на слух, слов я не знала, ну, сильно не зацикливалась. Читала иногда свои аффирмации. Сама себе писала вот для здоровья и красоты. Ну, собственно говоря, практиками духовными не занималась. И вот у меня такое желание. Хочу после освобождения своим светом очищать пространство вокруг. И чтобы люди рядом тоже могли прийти к осознанию и тоже освободились, и тоже засияли. И так мир станет лучше и чище. Хочу, чтобы наша планета стала свободной и чистой, и люди на ней были счастливы. Хорошо, отключите, пожалуйста, микрофон. Как я делаю, отключить? Микрофон сейчас. Готово, Вика? Микрофон сейчас я посчитаю от пяти до одного. Ты расслабишься и войдешь в наше рабочее состояние. Пять. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Что ты видишь, где находишься? Я в нашем рабочем пространстве, и я Ольгу еще не очень четко вижу, но зато сектор колдовства прямо несколько таких как будто бы трубки такие черные. Она как будто бы стоит на какой-то платформе. Я вижу, что сектор программ отяжелен. Она как-то не считывается пока. Хотя я ее вижу. Ты с ней поговорить можешь? Она тебя слышит? Я вижу, она находится в какой-то колбе, и она пишет мне таблички. Она пишет, да, она меня слышит. Я считываю ее эфирное ДНК. Это она? Да, это она. Хорошо. Спроси у нее разрешение на работу с ней и для нее. Она снова написала, да, и эту табличку приложила к этой колбе. Хорошо. Так, на каком у нас сейчас уровне? Мне приходит минус 2. Какая у нее потеря энергии? 98%. Да, она находится заблокированной под... По-нашему это как бы под землей, то есть это как бы в другом измерении. Спроси ее, она осознает, где она и что с ней происходит? Да. Она хочет отсюда выйти с минус 2 уровня? Пишет очень. Очень. Она может это сделать. Я вижу, что она выходит на... Она вышла на первый уровень вместе с этой колбой. Так. Колба прочная, как будто бы стеклянная. Затемненная с левой стороны. Угу. Так. Давай посмотрим, кто эту колбу ей поставил. Поместил ее сюда. На счет 3 тебе придет ответ. Один, два, три. Ну я вижу, мужчина стоит... Мне приходит слово Космо. И он в эфирном пространстве, как будто бы у него тельняшка такая. Полоса черная, полоса темно-синяя. Полоса черная, полоса темно-синяя. Ну это он весь такой почему-то. Понятно. И вот он стоит возле энергосферы Ольги и вот это делает что-то руками. Угу. Это Виктор? Да. Угу. 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 Ольги есть привязка, эта привязка крепится буквально к ее родовому поясу, который находится на уровне третьей чакры. Угу. Так. Ну, покажи Ольге, кто поставил эту защиту и спроси, хочет ли она убрать. Да, она знает. Я говорю, что она хочет, и я говорю, что она может пойти в тот момент, перед тем, как она просила Виктора поставить эту защиту и запретить ему это делать. Я вижу, что она с ним расторгает соглашение, и он это соглашение показывает тем сущностям, к которым он был подключен, и как бы дает отбой. И эта колба падает. Она падает, сначала рухнула около ее ног и тягивается туда, в тот нижний портал. А этот человек как будто бы на такой подключке вот завис в энергосфере, такой маленький становится, и у него подключка и к этому порталу, и к этому воздействию. Я говорю Ольге, чтобы она передала этому человеку информацию, как освободиться. Она знает, чтобы она взяла с эфирного пространства, чтобы он тоже мог воспользоваться, если будет хотеть. Я вижу, что она по этой подключке передала. Он освободился, а это все упало. Я говорю, чтобы она выталкивала все воздействия от этого человека, от этих энергий, и закрывала портал. Сейчас я говорю, чтобы она стерла со всех информационных полей информацию о том, что она заказывала этот ритуал. Ничего не было. Да, она все вытирает. Я говорю, чтобы она сажала это пространство с этими событиями, с этими энергиями, и отправила в портал. Да, он ушел. Ну, этот клубочек. Хорошо. Теперь опиши, как выглядит ее эфирное тело. Сейчас она как будто бы расправила крылья. Она выглядит как ангел, но он не белый ангел, а у нее с крыльями. Правое крыло почернело, а ближе к телу оно красного цвета, а левого вообще не видно. То есть у нее как бы ангел с одним крылом. Ну, поэтому мы видим, что воздействие из колдовского сектора очень сильно повлияли на то, чтобы забрать свободу. Потому что крылья – это символ свободы. Что еще? Сейчас я вижу к левой ноге такие три подключки, черные, как шланги. Они идут все к сердечной чакре. Там еще и другие есть. Но вот эти три, я хочу их разбить и поставить по очереди. Хорошо. Разбей, поставь по очереди. Так, и сейчас я хочу, вот первая, которая стоит здесь. Да, я поставила номер один, чтобы явилась сюда, на нашем рабочем столе. Это личность, воплощенная или нет, которая ответственна за эту подключку. На счет три она явится. Один, два, три. Я вижу, что кто-то вылазит из нижнего портала. Так, кто это? Я приказываю принять форму в соответствии с его ДНК. Я вижу, что это какая-то женщина, она умершая, ведьма, которая находится. Я ее поставила как бы в отражатель. И хочу посмотреть, как она выглядела на физическом плане при жизни. Ну, хорошо. На счет три ты увидишь. Один, два, три. Мне приходит, что я зовут Пелагея. Вот ключик идет к сердечной чакре. И я слежу сейчас. Она идет дальше через плечевую сердечную чакру и через руку. Какая программа? И что она сделала? Посчитать? Нет, я вижу, я рассматриваю. Но можешь посчитать, чтобы я сразу четко увидела. На счет три ты четко увидишь. Какая программа? Вот это и ведьма. Один? Два, три. Какая-то вот идет такое строгать. И, то есть, она делала какой-то ритуал, как будто бы ножом какое-то дерево вот так вот срезала. Как молодое дерево и кору. И она вот так его резала, резала, резала и делала такой колышек. И при этом она делала заговор. И этот кол, я слышу между крыльями, я слышу между крыльями, ну так и говорю. Так, а программа, она как-то не считывается одним названием, я буквально вижу, что воздействие такое, что буквально строгать энергосферу Ольги. То есть, забирать мало-помалу ее потенциал, как бы отрезать, отстригать, вот так вот. А кем приходится эта ведьма, Ольге? Мне приходит, что это наемник. Буквально это звучит, как наемный убийца. А женщина, которая пришла заказать, это она, ее имя Вера. Вера, а кем это Вера приходится, Ольге? Она говорит, соперница. Соперница в чем? Я не знаю, о чем она ее просто ненавидит. У нее не считывается, вот вот просто ненависть, как бы связанная с тем, что у этой женщины подключка прямо в нижний портал. То есть, темный человек. Угу. Ну, хорошо, понятно. Спроси у Ольги, видит ли она, что с ней происходит в ее пространстве? Да, она видит. Осознает, хочет избавиться. Да. Ну, она может избавиться. Вот это и, видимо. сказать ей, чтобы она это все ей приказала забрать, да? Пусть прикажет этой ведьме забрать все ее колдовство и все последствия. Пусть отдает. Я вижу, как эта женщина, которая называла себя верой, она вот как-то ушла, исчезла, сритировалась. А весь этот груз ложится на эту Пелагею, на эту женщину, которая выпала из вас с портала. Я говорю Ольге, чтобы она отдавала. Пусть эта ведьма своими собственными руками забирает. Я вижу, что от этой ведьмы также идет воздействие в правое ухо. Я говорю, чтобы Ольга поднимала свои вибрации, приказывала одновременно этой ведьме забирать все колдовские ритуалы, программы, энергии, подключки себе. Пусть себе забирает. Я вижу, что идет такой гул. Вот. И то место, где ее душа находится. То есть ее буквально оттуда вырывает и тянет эта энергия отката в более низкие пространства. Да. И портал с грохотом, просто с грохотом закрывается. это из-за воздействия Ольга повредила себе барабанную перепонку. Да. И вот этот образ зеленого, такой палочка зеленая, когда срезали вот кору молодую, оно как бы в плечах у нее было. Оно тоже ушло к этой ведьме. А Ольга вот так от этого гула и вот как будто бы это пространство все как землетрясение стрепенулось. она так энергосфера ее так увеличилась и засияла. Отлично. С этим справились. Так, давай посмотрим вторую подключку. Подключку под номером два. Так, еще кто-то взял. Взяла какая-то называет себя любовницей. Выглядит как ведьма любительница. Это Инна? Да, она подтвердила. Она как будто бы в такой одежде с красным горошком. То есть как я их называю любительница. Так, я смотрю, куда у нее идет подключка. Сначала идет черная подключка к сердечной чакре. Вот. Сердечной чакре буквально как рана черная. и от этого идет программа. Программа затерта. Я хочу посмотреть в оригинале в то время, когда эта женщина поставила программу, как она выглядела. насчет три ты увидишь. Как выглядела эта программа в оригинале? Один, два, три. Это на разрыв с ее мужем. Но я вижу, что как будто бы пространство вот такое разорвано, как будто бы молния ударила, но держится не на одной какой-то точке. То то ли у нее ритуал такой был, то ли она не доделала его, но поэтому вероятно Ольга и сохранила семью. Ну любительница не профессионная. Хорошо. Покажи Ольге. Ольга видит, называет эту ину дурой. Я говорю, что сейчас самое время этой ине все отдать. Пусть забирает все эти программы себе. Карму никто не отменял, а то она такая здесь была вся из себя. А сейчас когда время пришло забирать программы, сразу уменьшилось и почернело. Я говорю Ольге, чтобы она повышала вибрации своей сердечной чакры, выталкивала по системе этих программ, по системе этих подключек все то, что здесь подоставила эта ведьма, пусть себе забирает вместе со всеми последствиями. Также я вижу, что был какой-то гипнотическое воздействие какие-то программы и сразу закружился на третьей чакре здесь я слышу муж Ольги. Почему-то он вокруг нее вот так вот кружится, кружится. Я говорю, чтобы он остановился. Он остановился. Я говорила, зачем он явился сюда. Он находится под воздействием интерферентов. Я говорю, что мы с ним если он не против поговорим позже, но я вижу, что ему очень плохо. Вероятно у него тоже какая-то программа стоит, потому что сейчас может его посмотрим, потому что он не зря сюда явился. говорю, считаю, сейчас считаю его, он просится, чтобы мы его посмотрели, его эфирная ДНК. да, но я спрашиваю у Ольги это он или нет. она говорит он, я говорю, что зачем он пришел к нам, он говорит, что мы его звали, потому что вот через эти подключки, я говорю, какие подключки, я вижу, что он подключен к этой ведьме, я говорю, чтобы он показал тоже в сердечной чакре, чтобы он показал какие какая у него программа. Да, программа стоит как будто бы такие вот губы красные накрашенные вот этой Инны. Вот они здесь, кого они целуют, я не не вижу, но как будто бы они целуют. А у него отторжение на эту программу, он как бы его аж тошнит от этих энергий. Я говорю, видит ли он, что происходит в его энергосфере? Он говорит, да. Я говорю, сейчас его жена Ольга поднимает вибрации и отдает этой ведьме это колдовство. Хочет ли он избавиться от этих программ, которые руководят его жизнью, и давлеют над его волей? Он говорит, да. Тогда я говорю, чтобы он делал то же самое, что делает его жена. Повышал вибрации, приказывал этой ведьме это колдовство забрать. я вижу, что он это сделал и улетел. Он отсек. Сейчас эта подключка как-то начала возвращаться к этой ведьме, как змея какая-то. Я говорю Ольге, чтобы она повышала вибрации, отдавала этой колдуньи все то зло, которое она привнесла в их жизнь. Пусть забирает себе. Карму никто не отменял. Я говорю Ольге, чтобы она распространяла свет, пробуждала свою генетическую память и разбуженную энергию первозданной чистоты и животворящей энергии распространяла по всем своим энергетическим каналам. И по системе этих программ подключек как шиндарахнула эту ведьму, чтобы убралась навсегда с ее жизни, с жизни ее семьи. Она еще поотсекала ее. Я вижу, как это как будто бы каракатится эти энергии. Я говорю, чтобы ее муж тоже отсекал и пусть я говорю Ольге, что это ее пространство. Пусть она польет это огнем и сожжет всю эту ведьму с ее энергиями, с программами, а пепел выбросит портал. Она атомную бомбу кинула на эту ведьму, а пепел выбросила в портал. и сейчас они буквально с мужем пообнимались. А вот давай как раз такой вопрос рассмотрим. Муж Владимир это родственная душа Ольги? Да или нет? Ну я слышу да, хотя сейчас я не могу это увидеть, потому что он очень у него темная энергия. Хорошо, хорошо. Идем дальше. Подключка номер три. На счет три. Пусть явится автор этой подключки. Кто на втором конце? Один, два, три. Кто-то вот так стоит и как будто бы вот так ее подбрасывает. Как будто подразнит. Так. Куда идет подключка и какая программа? программа вот как будто бы переливать с пустого в порожнее. Вот это такое вот движение идет. Хорошо. И я смотрю, мне приходится сетка, хотя ее не видно. Она в каком-то шарике. Я говорю Ольге, чтобы она стукнула молоточком этот шарик, потому что эта ведьма находится в пространстве Ольге. Стукнула. Стукнула, шарик раз поломался, и она не могу понять, как она выглядит на физическом плане, не вижу. В эфирном плане она выглядит какая-то как как будто бы не одна рука, то есть одна нога, а вместо друг рук тоже одна нога. И какая-то странная, вот какая-то каракатица непонятная, то есть как клон, не считывается как человек, считывается как человек, который потерял душу, потерял свой потенциал. Хорошо. Как зовут соседку? Она не скажет, потому что она поставила защиту. Она не говорит. Хорошо. она поставила защиту на колдовство. Я хочу посмотреть, как она это сделала. Насчет три ты увидишь, как она это сделала. Один, два, три. Я вижу, что она что-то принесла, какой-то что-то какой-то торт, что ли. И она вот так как-то уходит и так как будто бы косым взглядом смотрит, что будет происходить. И мне почему-то сразу приходит тот момент с дочкой с отравлением дочери. Да, я тоже об этом понимаю. И я вижу, что таким образом дочь взяла через привязки между матерью и дочкой повышенная ответственность, чувство вины перед дочерью и чувство ответственности или наоборот вот эта привязка. и дочь то есть наоборот дочь как бы чувство вины у нее и чувство ответственности за мать. И она как бы взяла вот эту порчу на себя. И я хочу и сразу мне приходит что вот это такой механизм что она как будто бы вот подключу вот подбрасывает как-то так знаешь вот из-под тишка ефидно так то есть типа есть типа нет но энергетический удар пошел на дочь А как дочка зовут так дочь дочь пусть Оля скажет где-то выписываю Оля включите микрофон и скажите Анна Анна Да оно так и написано Анна Я говорю чтобы Ольга позвала Анну и чтобы Анна тоже увидела эту ситуацию у нее весь бок черный Я говорю Ольге что Ольга а также Анна сейчас я спрашиваю у Анны можно можем ли мы поработать с ней для нее по просьбе ее матери она говорит да Я говорю пусть они приготовятся обе и отдадут это колдовство этой ведьме пусть они повышают вибрации пусть эта ведьма забирает пусть они приказывают ей забрать своими руками я вижу как эта ведьма забирает эту энергию и вот торт вот кусок торта такой большой он ей в рот залазит и эти все подключки она просто запихивает себе в рот и становится такая вся я говорю чтобы они на раз два три просто повышали вибрации и избавились полностью от всех этих программ подключек от этой ведьмы а также заодно от всех тех последствий которые были впоследствии этого как следствие этого колдовства хорошо пусть готовятся на счет три они это сделают один два три я вижу что это колдовство удерживается подписанием контракта я вот этот момент вижу как Ольга кричит и они сразу это воспринимают как соглашение я говорю Ольге что она может зайти в тот момент когда она кричала и она может изменить чтобы вселенная и небеса призвали к карме и к ответственности виновного и отдали виновному все то зло которое она принесла в их жизни в их сферы я вижу как она буквально берет и как бы очищает вот пространство очищается и отдается все этой ведьме и эта ведьма открыла так широко огромный рот и это все вместе с этим контрактом я говорю чтобы Ольга расторгла этот контракт и этот контракт тоже туда в рот и тоже такие какие-то энергии ужасные трясется гуд гул я говорю чтобы Ольга и Анна отсекали от себя все эти энергии освобождали свои пространства от этого колдовства и выносились в более высокие чистые пространства а это все сожгли и стерли с лица земли эти события со всех информационных полей пусть эта ведьма уходит со всеми этими воздействиями туда куда ей положено ну она и уходит в сектор интерферентов на съедение своим же господам вот и вижу Ольга вытирает я с Анной прощаюсь вот Ольга вытирает все эти информационные наслоение я говорю чтобы она остатки выбросила тоже в портал и закрыла все сейчас я говорю чтобы она зашла в тот момент когда она кричала ходила в больнице и изменила не было такого оно все растворяется сейчас я говорю чтобы они изменили этот момент и никогда не было вот этого этих гостей этого торта они не пускали эту ведьму никогда на свой порог или они к ней не приходили не знаю как там было чтобы она изменила эту ситуацию и оно как будто бы разорвалось что-то вот так сейчас и распалось все так чары ушли хорошо отлично на очереди еще кто-то там стоит по-моему вот я его узнаю это в секторе колдовства находится вот этот гипнотизер черненький такой что за гипнотизер но я вижу гипнотизер и его лицо вижу кем он приходится Ольге он никем не приходится у нее у него подключка как будто бы глаза они как-то вместе один а второй вот я не знаю как это так возможно я вижу один а слышу Алан Чумак а вижу другого тот который по телевизору выступал да Кашпировский то есть вижу Кашпировского за ним идет такая светлая как бы подключка и там как бы идет информация постоянно Алан Чумак но я вижу Кашпировского я говорю Ольге что это ее выбор и сейчас она может просто пойти вернуться в тот момент когда она решила вот проходить эти сеансы у Кашпировского и этого Алана они как-то связаны между собой в твоем эти два человека и отменить отдать им то все что они вот я вижу она буквально контракт отдает этому Кашпировскому он передает в тот нижний портал и уходит я говорю что почему-то там это чтобы она расторгла контракт и отменила все события она никогда на него не ходила что-то цепляется за нее также я говорю что она может посмотреть в своей энергосфере на какие программы эти все колдовские воздействия притянули с ее жизни на счет три Ольга покажет тебе эти программы 1 2 3 я вижу что это как бы программа на самоуничтожение я говорю чтобы она показала тот момент когда впервые зародилась эта программа потом же пошло но как бы по накатанной все больше и больше все следующие события просто подтверждали и увеличивали воздействие на счет три Ольга тебе покажет момент зарождения этой программы 1 2 3 я вижу ее как будто бы в больничном такая сорочка больничная она как будто бы в больнице это связано с абортами это связано с чувством вины я спрашиваю это правильно она говорит да я говорю что она может отменить все эти события не нужно выращивать чувство вины эти души в свою очередь тоже притянулись именно к ней именно потому что у них тоже была программа на самоуничтожение то есть я говорю чтобы она убрала свою часть этого общего контракта я говорю чтобы она удалила из своей энергосферы чувство вины чувство ответственности за других это переплетено и связано друг с другом эти энергии очень родственны и взаимо как бы обманывают друг друга я говорю каждый ответственный только за себя даже те неродившиеся души я говорю чтобы она она может пойти в каждый из тех моментов и то время и изменить что она вообще никогда не была этими душами беременна она никогда не делала никаких абортов я вижу что это вернуло как бы этим нерожденным душам тоже их потенциал они освободились я говорю чтобы она убрала из своего пространства чувство вины оно уходит оно трансформируется потому что она событие изменила и оно трансформируется я говорю чтобы она убрала вот эти оно как-то поднимается вверх третьей чакре я говорю в какие программы оно трансформируется пусть покажет там как будто бы такой воронка открылась я говорю на эти ли воронки а у нас вопрос был да на какие энергии хорошо сейчас я говорю вот эти все женщины которые вот эти дедушки бабушки стоят так называемые целители они тоже все на эти энергии да они все привязаны к этим энергиям я говорю Ольге чтобы она сейчас отыскала в своем родовом древе в своем генетическом коде программу на саморазрушение рода на саморазрушение ее личного пространства и ее продолжение рода и убрала эту программу нашла она мне показывает какую-то предыдущую жизнь там мужчина и вот эта программа которую поставила женщина в этом воплощении с этим деревом на эту веточку строгала я вижу что в каком-то из воплощений произошло убийство я ее спрашиваю где где она между родственниками я говорю но я не хочу описывать это я говорю что Ольга может зайти в тот момент и поговорить с этими людьми показать к чему это привело и чтобы эти люди как бы помирились и изменили эту ситуацию да я вижу что она это ей удалось и вот эта жертва с прошлого воплощения это она была она как бы примирилась сама с собой я говорю чтобы она очистилась от этих энергий несправедливости вот откуда у нее повышенное вот это чувство несправедливости чувство ненависти ко лжи ко всему этот человек который в прошлом воплощении убил этого мальчика он был одержим как бы этими сущностями и это было очень несправедливо это молодая душа этого мальчика никак не могла это понять вот этот блок потому что на самом деле чистая душа она не может примириться с коварством с ложью с изменой и именно этот блок притянул ее этом воплощении все эти события и ложь измену и и это плодовство вот это все то что она ненавидела я говорю что она может отпустить эту ситуацию а ей нужно пережить потому что это нужно понять я говорю если не понять то принять что я говорю чтобы она посмотрела на все аспекты этого события на то что она тогда жила в мире несвободном и кроме этих людей еще была задействована третья сила которая подстроила это все это из духовной сферы это сущность из параллельного мира и она должна это просто понять и отпустить эту ситуацию потому что у нее вот этот как будто бы душа сжалась и вот этот ее свет вместо того чтобы распространяться он вот так вот сжался и в этот момент произошло что-то такое что она буквально вот как бы отпустила эту ситуацию и я говорю чтобы она отдала все эти негативные энергии туда в тот нижний портал если трудно сейчас в том моменте пережить она может все прожить пережить до такой степени все это пока не останется вообще останется просто вакуум никакого места потому что жизнь такая какая она есть вокруг нас люди добрые и плохие честные и подлые и она должна это просто принять как данность да я вижу как она отсекла вот этот блок и он ушел я говорю чтобы она уничтожила его пусть уходит она отодвинула оно никуда не уходит наверное это связано с ее же интерферентом я говорю что она может сейчас это там оставить заморозить я говорю вот я вижу что какие-то процессы в душе ее происходят и она вынимает буквально из родового древа этот блок и вот эти колдуны они все стоят как будто бы тут же привязаны сюда я говорю чтобы она отменила все эти моменты когда она к ним обращалась за помощью все эти ритуалы все расторгла все контракты очистила потому что все они ушли вот я говорю чтобы она почистила свое родовое родовое древо я вижу что этот черный шар выкатывается вот эта порча и в сектор интерферента выкатывается и она берет как будто бы частицу вот отсюда и туда положила и она распространился свет по родовому древу и как-то оно идет вот свет пошел как бы вперед а сзади нет я говорю что это ее родовые древа и она может его очистить и забрать все эти порчи все те программы негативные на самоуничтожение рода которые там есть потому что она ответственна за свой род и она свою всю ответственность может применить получается у нее это сделать ну я думаю что если мы посчитаем до трех и зайдем в тот момент когда у нее это получится сделать потому что ее подсознание знает и умеет все там очень много событий каких-то хорошо пусть она работает да я сейчас посчитаю от одного до трех и мы окажемся в том моменте когда она эту работу уже сделает один два три да она сделала я вижу что там была очень черная полоса я говорю вот сейчас только вот какой-то шлейф тянется и она как бы оторвала от темного портала это древо и и при присоединила к первых к свету первоисточника и сейчас вот свет пошел как будто бы с прошлых поколений вот так сзади спины ее и вот так сюда по поясу и растворил вот эту черную магию которая находилась в секторе магии и колдовства и вот в этот момент много-много людей вот там подцепились падают в сектор колдовства и как будто просто рассыпаются как пепель сейчас я вижу что она взлетела и у нее левое крыло появилось белое крыло а правое такое же наполовину красное наполовину черное давай сейчас посмотрим на сектор магии и колдовства и есть ли там еще что-нибудь на счет три ты увидишь один два три там есть еще какой-то эгрегор который кружится с такой силой так это христианский эгрегор это христианский магический эгрегор это не тот классический вероятно или он тот же не знаю но мне приходит что-то христианский магический потому что я вижу в этом эгрегоре ритуалы разные со свечами вот много и энергии очень такие такие как рваные тяжелые покажи это ольге и спроси хочет ли она от этого всего избавиться отменить все моменты когда она окрещённая потому что там где сектор приношения в жертву там просто все черное вот там где ее крыло правое и правая сторона там вообще ничего не считывается это все просто черное все ольга хотела отменить обряд своего крещения и своей дочке анны очень агрессивная энергия говорю что ей нужно пойти в тот момент когда ее крестили я говорю что она может проявить волю заявить о своем несогласии расторгнуть этот контракт жертвоприношения до контракт ушел в сектор колдовства и этот сектор исчез и этот эгрегор исчез и исчез и расселась эта тьма в секторе жертвоприношения начали как бы просыпаться чакры заблокированные я говорю что сейчас ольга на основании этого расторжения контракта может расторгнуть забрать свое участие в крещении своей дочки я говорю чтобы я это видела пусть она сделает таким образом чтобы я увидела как она это сделает да она отменяет я вижу ставит запрещаю запрещающий знак и освобождает свою дочь от этого говорю чтобы она почистила все свое пространство наполнилась энергией и по системе всех этих подключек вытолкнула все программы и подключки от этого эгрегора залечила все изъяны восстановила целостность всех своих энергоструктур на счет 3 она это сделает 1 2 3 да и сейчас я вижу что только с правой стороны затемнение и как будто бы ее энергосфера такая знаешь покусанная с правой стороны и идет черная подключка в сектор интерферентов хорошо тогда на счет 3 пусть все интерференты ольги появятся 1 2 3 очень смешно они говорят что твой я то он не был приказательными они могут не являться да вот они наглые а я говорю нетушки я приказываю интерферентам ольги явиться на счет 3 и рассесться по банкам с отражателями 1 2 3 да это уже лучше лучше нравится им да это уже приказ я вижу в первой банке спрут во второй банке какой-то очень черный он в банке находится энергия вокруг него даже очень черная как-то меняет форму ну рептилия считывается как рептилия и серый да длинный серый может эту троицу имели ввиду может быть что-то картина рублева пришла прямо стоит здесь троица хорошо я спрашиваю ольгу видит ли она что тут она прямо вот смотрит удивляется я говорю что она их не видела раньше говорит нет я говорю но ее подсознание знает все и помнит все и они здесь находятся только по ее согласию потому что во вселенной никто не имеет права вторгаться в пространство другой другого существа без его разрешения то есть каким-то образом ольга через свое попустительство или каким-то образом другим но дала согласие этим сущностям влиять на ее жизнь командовать находиться в ее пространстве я их как-то хочется мне очень сильное воздействие идет такие энергии черные закрываю их в такой шар с отражателем внутрь и очищаю все наше пространство от ловушек эфирных от искажений я буду считывать только истинную информацию с информационного поля вселенной на счет 3 это произойдет 1 2 3 да я вижу что это даже связано с огромной на голове у ольги имплант и они вот этой темнотой как бы скрывали чтобы я не видела этот имплант так я хочу посмотреть как идут подключки посмотри как идут подключки к первой чакре идет подключка от спрута и от рептилии как-то одна на накладывается на другую и стоит имплант как раз черного металла вот так считывается а также вот воздействие от этого спрута как гипнотического то есть во всем пространстве считывается как такой морок гипнотический это все устраняю очищаю все наше эфирное пространство я прошу ольгу чтобы она показала именно тот момент когда она разрешила этим сущностям вторгнуться в ее пространство и когда она заключила с ними этот контракт на счет 3 ольга покажет тебе именно этот момент когда она заключила контракт 1 2 3 но я вижу снова этот неприятный момент когда какой-то человек большой такой одержимый этими сущностями убивает этого ребенка это маленький мальчик может лет десяти он его повешал и где-то в лесу я вижу как выходит душа этого ребенка и приходит что это из предыдущего воплощения я хочу посмотреть я прошу ольгу чтобы она показала я вижу как ее то есть вот такие энергии боли неприятия этой ситуации я вижу что в эфирном пространстве вот эта сущность черная которая это во второй банке находится когда этот ребенок ребенок душа ребенка поднимается то как бы в пространстве такой сгусток получается это сущность и этот человек как будто бы этот момент никуда не делся то есть он прописан как бы в генах буквально человек этого мальчика и такая связка привязка образовалась между этим человеком который это сделал и этой сущностью и этим мальчиком и это мне приходит как кровная то есть это и страшная порча на всем роду потому что это как-то среди родственников произошло и контракт очень хитрый я слышу что когда мальчик поднимается в этих пространствах и ему создают иллюзию что вот он стоит перед такими черными воротами ворота как будто бы с черного металла кованые ворота с узорами ну забора нигде нет но мальчик хочет почему-то пройти сквозь эти ворота а ему указывают на ту ситуацию что вот его тело вот там связано в одной связке вот это энергетические как блок образовался такой ему постоянно показывает обратно и он как бы возвращается обратно ну потому что мальчик же не умер в одну секунду и он поднимается туда а ему говорят что он этот должен убрать он должен убрать иначе он иначе он не сможет подняться и так произошло несколько раз и мальчик возвращается и не знает что ему сделать он как то хочет себя даже и свое тело похоронить он мысленно даже как бы копает себе ямку то есть я говорю ольги чтобы она уже не мучилась чтобы она просто показала как произошло подписание контракта на каких условиях пусть покажет сам момент подписание контракта да я вижу что эти сущности это сущность она даже как бы не скрывается перед душой ребенка похоже как такая угрожающая фигура как будто бы какой-то лохматый монстр и он присутствует именно в образе этого человека который сделал это преступление и он говорит что до тех пор пока он ну мальчик этот пока он буквально показывает строгать вот это колдовство тоже связано жила с этим буквально как что он должен строгать вот как строгают дерево чтобы эту кору это все пока он это все не не от по отрезает не уничтожит это то что они говорят ты будешь работать на нас я вижу что это происходило буквально во время агонии мальчик я говорю что я говорю ольве чтобы она показала именно как это я вижу что мальчик то есть он не осознает что он уже умер он ничего не осознает и он подписывает в этом тяжелом состоянии также я вижу что в этом воплощении вот этот контракт как бы повторился как бы усилился как бы обратили на нее внимание я вижу как она идет по воде и буквально проваливается куда-то был такой случай да это связано это связано вот напоминание об этом контракте я говорю ольге что она может видеть ли она что происходит она до говори до я чтобы она пошла вернула в то и тот временной отрезок именно за секунду перед подписанием этого контракта и расторгла этот контракт я говорю что она может посмотреть на на себя на то что произошло осознать что она перешла в другое измерение то есть этот мальчик и отказаться от ответственности убирать этот энергетический блок потому что это совершенно не ее и не его работа я вижу как это все растворяется я говорю что я хочу видеть как она расторгает контракт и она пишет расторгаю поверх этого что было написано каким-то почерком таким странным как арабским каким-то я говорю сейчас она очень сильно увеличилась я говорю чтобы она наполнялась энергией первозданной чистоты ее память хранит эту энергию ее генетическая память хранит память о том прекрасном мире когда не было врага когда не было лжи обмана когда не было зла во вселенных пусть она вскроет эту память и распространит во всем своим энергетическим центром по всем своим эфирным телам по физическому телу и пусть она прикажет этим сущностям немедленно убрать все импланты подключки программа гибридизации все эти воздействия а также последствия я говорю что Ольга может призвать силу кармы призвать вселенную свидетелей грубого нарушения ее прав пусть она расскажет это всем пусть она оставит эту информацию во вселенной чтобы все считали и чтобы все видели кто виновен на самом деле я вижу как она отрывает эту подключку от первой чакры я говорю чтобы она снимала этот имплант с головы вместе со всеми этими энергиями воздействиями программами пусть она удаляет все распространяет это вместе с пусть ее высокочастотные энергии света первозданного животворящего света удаляют все эти программы подключки все из ее энергосистем и выталкивают вместе с антивирусом в те пространства откуда это зло пришло и пусть эти высокочастотные энергии которые выработали иммунитет на это зло распространяются как отпечаток как печать пусть эти все злые энергии несут в себе этот антивирус и распространяют до самого основания откуда они пришли пусть зло уничтожает само себя и разрушается а на его месте пусть цветут энергии первозданной чистоты закрывается этот портал я вижу как энергии темные энергии отваливаются от нее я говорю чтобы она распространяла свет по всем своим структурам энергетическим восполняла восполняла все изъяны заполняла высокочастотными энергиями и перемодулировала все низковибрационные энергии высоковибрационные я вижу что она поднялась на вижу 22 уровень на 22 уровень но тяжелая работа была сейчас я говорю что ей именно пора пойти в тот момент в то воплощение когда произошло это событие с этим бедным мальчиком скажем так за неделю до этого события этот мальчик этот мальчик как бы работал у какого-то мужчины у этого который не считывается как рептилоид у этого одержимого я говорю чтобы он приготовился я вижу что он собирает себе как бы котомочку чтобы убежать я говорю пусть он убить убежит и изменит все свое событие никогда не было этого случая да она может сделать я вижу что этот мальчик собрал себе продукты и сейчас я вижу как он спрятался как ехала такая повозка карета и он спрятался там в ящике и его увезли далеко-далеко вот это потому что вот эта энергия она вот висела в ее пространстве я говорю чтобы она уничтожила эту энергию ничего не было да и она растворилась как бы осыпался этот я говорю чтобы на месте этих энергий негативных пусть она рассыпит эти зерна животворящий чистой энергии и и превратить весь негатив позитив зло в добро печаль в радость ненависть в любовь сейчас самое время пойти в тот момент когда наша вселенная я говорю что очиститься нужно всегда в ее пространстве найдется то место где она может пойти отдохнуть излечиться говорю сейчас ольга может своей памяти найти то место когда она была жила она помнит это во вселенной свободной от зла чистой вселенной где были эти энергии рождающие только добро я говорю что она может пойти в тот момент вспомнить пробудить свою генетическую память она как будто бы вот возле ручья я это часто вижу ручей это наверное символ такой и там такая вода энергия чтобы она наполнилась этой энергией энергией истинного света да у нее получилось игры сейчас чтобы она возвращалась к нам на мой голос да она пришла она пришла и и вся светится сейчас я говорю чтобы она убрала из своего подсознания и своей рациональной части все те блоки энергетические программы которые мешают пробуждению ее истинного света пусть она распространяет эти высокочастотные энергии по всему своему пространству и вокруг я говорю что сейчас она сейчас может сама убедиться как она сама может все это сделать я говорю что сейчас она может проверить все свои эфирные тела и физическое тело и перемодулировать все низко вибрационные энергии которые в ней есть и блоки программы высоковибрационные я говорю чтобы она нашла в своем пространстве энергию мне приходит сразу зависти и убрала перемодулировала ее энергию страха чувство вины и нелюбви к себе денежные блоки она выталкивает этот энергетический канал по которому уходит благополучие отсекла от себя я говорю чтобы она эти блоки денежные тоже выбрасывала в портал энергетические блоки которые буквально ей не нужны потому что они блокировали ее на всех уровнях физического воплощения я говорю чтобы она выталкивала и выбрасывала на выталкиваем эгрегор денежный есть вот она его как раз уничтожила уничтожила он у нее был со стороны интерферентов я говорю чтобы она также блок не любви к себе собрала потому что она достойна любви она я говорю чтобы оля попросила прощения у себя и простила себя а также вот эти затемнения что это за программа негативные в голове я говорю если они ей не нужны она может их выбросить перемодулировать таким образом чтобы все ее подсознание стало одним целом с ее рациональной частью чтобы все все ее части ее духовной части ее высшее я ее подсознание и душа и ее физический разум слились в одно в один единый разум чтобы она чувствовала все грани своей души и и чтобы ее подсознание легко проникала и да и в рациональной части что было вот эта связь я вижу что буквально да она вот как будто бы выходит с какой-то как будто бы открывает какую-то крышку и забирает оттуда какой какие-то генетические программы вот с головы как будто бы шестой чакры я говорю что она может все проверить перемодулировать переструктурировать таким образом чтобы она соответствовала этим высокочастотным чистым светлым абсолютно свободным фрактальным энергиям свободного мира свободных вселенных да у нее это получилось заработала шестая чакра включила 7 пошел пошла энергия в правильном русле сейчас я говорю чтобы она все низковибрационные энергии отправила от себя подальше все что ей не принадлежит в ее ближнем и дальнем пространстве пусть она очистит пусть она это избавиться от этого а все свои собственные высоко низковибрационные энергии она с ними справится она сможет их перемодулировать я вижу как она заходит в свой дом свою квартиру там что-то мешает я говорю чтобы она забрала там какая-то коробочка подклад коробочка похоже на вижу пол коробочки она похожа на шкатулочку как будто бы то ли картонная как будто бы зеленоватая с желтыми узорами что ли но только половина а с ее другой половина она вот так при открыто крышечка и вот так темнота идет я вижу что кто-то с метелочкой работал здесь кто я вижу дверь почему-то вот с этим подкладом и от этого подклада идет под ключ как вот эти энергии какие-то зеленовато-желтые как будто бы узорами такими тянется кому-то а также от этой женщины тянется к двери и тоже вот эти узоры такие это женщина это маргарита не считывается не говорю не вижу ничего то есть я вижу но не приходит это имя ну попробуем надо нет давай на счет 3 тебе придет ответ на такой вопрос это маргарита автора нет хорошо или стоит защита на колдовство в принципе не важно ну да я говорю ольга видит ли она она такая большая сейчас смотрит в свою квартиру что ее квартире находятся чужеродные энергии и программы она говорит видит я говорю хочет ли она от этого избавиться почему-то приходит обои и что что это значит как будто бы вот где шов между обоями что-то там есть то ли иголка то ли что-то еще был такой вопрос ремонт в квартире не делается да это из-за этого он не делается потому что эта программа стоит на застой вот и поддерживается сама программа поддерживает себя да чтобы как бы не не смыть вот эту этот негатив эти энергии я говорю ольге что видит ли она что кто-то там хозяйничает кто такая маргарита свекров свекров ну вот когда она вот посмотрела на нее сразу пришла маргарита она как-то вот эта темень вся ушла то есть она под прикрытием ну конечно что закрывала свое колдовство скрывала я говорю самое время раздать все в свои руки каждому свое я говорю ольге чтобы она приказала чтобы это женщина немедленно забрала все это колдовство себе пусть забирает никто здесь этого ничего не заказывал я вижу что в этот момент ольга как-то отсоединилась от своей квартиры она все время как бы вот квартира сбоку у нее была внизу в энергосфере вот я говорю чтобы отдала приказала чтобы эта ведьма забрала все эти последствия все это колдовство все заговоры программы и последствия всего пусть себе забирает всю эту черноту вот она подходит к этим обоям подходит вот это как шкатулочка что ли это забирает и энергия вот так вот уползает уползает из-под дверей вот что то вот она делала на дверях тоже это тоже уходит такие как гвоздики все эти программы все уходит к этой женщине и раз она ее вытолкнула с ее пространство ольги я говорю чтобы ольга выталкивала все эти программы негативные энергии наполняла свой дом свое пространство свою семью своих животных своими высоко вибрационными энергиями все что ее пусть наполняется ее энергиями чистоты и святости достатка красоты гармонии молодости здоровья успеха а все негативное пусть выталкивает и отдает в тем кто это принес да я вижу что она забрала эту то есть в ее пространство как бы поместила вот это все чистое наполнило все это своими энергиями я говорю что все негативные последствия пусть она эти воздействия сжигает в своем пространстве стирается всех информационных полей ничего не было остатки выбрасывает портал да я вижу что она поставила муж стоит возле нее и вот она хочет передать информацию о своем освобождении то есть он уже был черный в начале сейчас серый на виду энергия его она передает ему информацию он берет передает дочки отлично пусть еще ольга проверить свою дачу я видела эту дачу она как-то с трех частей действительно состоит но она ее всю как бы потому что все что касается ее рука и ее разум все принадлежит ей в эфирном пространстве я говорю что она может очистить своих котиков но вот это у нее вот видишь такая как бы ответственность излишняя да потому что котик это же животное скажем так она может жить и без хозяев то есть это я говорю что ольга нужно убрать вот эти претензии в повышенную ответственность перед всеми повышенное чувство сострадания повышенное чувство сострадания тоже да потому что это на самом деле это идет ей не на пользу а выращивает вот эти блоки вины я говорю чтобы она отсекла эти блоки вины от своих животных она это делает я говорю чтобы она это чувство вины убирала в портал потому что если все будут свободны никто не будет привязан друг к другу никакими обязательствами никакими энергиями даже с нашей точки зрения позитивными тогда у всех будет хорошо и никто не будет брать на себя как бы те энергии которые не нужно брать так же ольгу интересует вот был у нее котик Масяня жив он но она именно от него забрала это чувство вины она через это чувство вины было к нему при привязану но он жив он он не выглядит как бесплотный он выглядит как живой котик с энергосферой а вот что ему мешало так вот это ее чувство вины а она это разрубила и освободила его а это чувство вины убрала в портал хорошо отлично так также код феликс он болеет давай ой бедненький я вижу что у него он буквально лежит в эфирном пространстве и к нему под ключи подключены интерференты я говорю ольге чтобы она передала ему информацию о своем освобождении я говорю с котиком я говорю хочет ли он избавиться от этих интерферентов он хочет он буквально вот так вот отталкивает я говорю чтобы он приказал этим интерферентом немедленно покинуть его пространство потому что он животное он не может подписывать контракты а это его воля быть свободным я говорю ольге чтобы она вот эти энергии которые привязаны были к котику уничтожила потому что это ее котик и пространство вокруг него тоже чтобы она его все почистила портал закрылся но котики же берут еще порчу на себя и негативные энергии хорошо идем дальше так были ли у ольги эфирные беременности нет отлично идем дальше владимир первая любовь есть ли привязка ну привязка у нас на самом деле есть привязки ко всем людям которые встречались с которыми мы имели хотя бы образно говоря одно рукопожатие есть такое выражение вот есть есть ну пусть уберет а также к остальным людям я говорю да что она может всем людям которые привязаны на привязкой привязками к ней попросить их немедленно убраться все пространство дать им цветочки шарики и пусть улетают на раз два три каждый кто куда куда хочет на счет 3 они это сделают улетят один два три да так случилось сейчас я говорю что ольга может почистить все свое пространство от присутствия чужеродных энергий очистить свое физическое эфирное днк от присутствия чужеродных энергий других людей сущностей чтобы она просканировала все свое пространство и оставила только то что соответствует ее высочайшим вибрациям а все чужеродное низко вибрационное пусть выбросит может в колбу сосуд слить да она это сливает и портал на уничтожение отлично идем дальше также ольга хочет проанализировать все книги которые она читала может по духовному развитию и все остальные и оставить только то что ей полезно я вижу как она разложила все книги которые она читала перед собой я говорю чтобы она попросила свое подсознание чтобы подсознание оставила только ту информацию которая способствует ее духовному росту ее освобождению здоровью красоте радости и счастью а все что этому не соответствует чтобы всю эту информацию она ну она подсознание выбросила вычеркнула чтобы не было и следа в ее памяти на физическом плане а также эфирном пространстве но она все это темное стерло и остался маленький кусочек светлого хорошо идем дальше так также ольга была у нее практика индийские мантры она слушала и аффирмации есть что нибудь негативным отсюда но я вижу что аффирмации не всегда полезны потому что они могут работать как самогипноз вместо того чтобы доставать вот эти чтобы ну разговаривать своим подсознанием своим высшим я и прорабатывать вот эти блоки ну например есть ситуация и вместо того чтобы рассказывать себе то есть закрывать глаза на истину и рассказывать как все хорошо можно наоборот обратиться к своему подсознанию и сказать мое дорогое подсознание дай мне ответ чтобы я увидела почувствовала дай мне знак почему в моей жизни это произошло какие во мне есть блоки или энергии или программы на которые эта ситуация притянулась что может что нужно мне понять проработать кого-то простить с кем-то помириться или что-то еще сделать или и вот тогда подсознание оно же слышит что мы говорим начинает вот как бы выдавать на гора вот эти все блоки человек может потом работать с этими блоками осознанно а что было тогда а как я видела эту ситуацию в том моменте помогло ли мне это стать более счастливой более свободной или что-то еще если нет ну вот хорошо есть еще один вариант я это все могу прожить перечувствовать или наоборот убрать это все как ненужное и как сейчас я смотрю на эту ситуацию и когда вот такая работа идет она же не прекращается не ночью тогда вот идет проработка этих блоков уходят эти энергии не нужно думать что вот за два или за три часа сеанса можно решить все свои жизненные проблемы нет на протяжении многих воплощений могут оставаться еще какие-то блоки на протяжении нашей жизни родовые какие-то программы отношения к мать с матерью с отцом еще там с кем-то это все нужно прорабатывать это нужно все буквально прожить снова и снова чтобы поменять отношения к этому это чистая психология и фактически то что мы делаем это тоже семейные расстановки но очень глубоко и нельзя за один раз все это порешать это процесс то есть сейчас Ольга как бы встала на этот путь очищения вот и этот путь это путь осознанности потому что каждый следующий день будет более осознанно прожит если иметь к этому правильное отношение так что она может попросить свое подсознание тоже с этих аффирмаций и с этих медитаций выбросить стереть все то что мешает ей быть более свободной абсолютно свободной счастливой красивой успешной и оставить только то что действительно ей принесло пользу и ушло и пользы не вижу никакой ну вот так хорошо идем дальше так Ольга родилась вперед ногами и у нее второй третий палец сросшийся что это такое ну я вижу что это все связано с тем же предыдущим воплощением стой стой тяжелой ситуацией да понятно она изменила эту ситуацию и сейчас я говорю что она может дополнительно убрать эти блоки из своего физического тела то есть вот это как раз пример того как физическое тело рассказывает о внутренних проблемах через свое тело через свое тело потому что вот сейчас даже ее рождение как бы повторила то да что было в предыдущем воплощении так как она это изменила я говорю что сейчас она может изменить свой момент рождения вот это будет хорошая идея я говорю чтобы она зашла в тот момент перед рождением вот и договорилась с мамой своей что они обе повысят вибрации у них будет цель чтобы Оля родилась очень легко и быстро и правильно да я вижу как это происходит ее мама услышала повысились вибрации и Оля родилась головой вперед очень легко и ребеночка берут и он сияет я говорю чтобы все родовые программы которые были в неправильном уже сейчас в неправильном рождении что она может все стереть ничего не было все блоки выбросить удалить переструктурировать отлично идем дальше такое чувство что кто-то толкает ставит подножку с чем это связано с чем это связано ну ставил ставил уже нету всеми друзьями которые совсем не друзья враги так почему комары кусали ну она находилась в таком на минус втором уровне то есть это негативно влияло уровень энергии очень низкий и плюс я вижу что это связано с тоже с магией с энергией магии хорошо идем дальше появился неприятный запах тела это тоже из-за этого да хорошо так Олька хочет это программу на оздоровление всего организма запустить эта программа да конечно она может сейчас себя попросить свое подсознание перестроить всю энергосистему все свои программы на оздоровление приведение всего физического тела и эфирных тел до уровня чистых святых энергий первозданной чистоты это будет эталоном но также нужно помнить что физическое тело живет тоже по своим законам то есть чтобы его очищать это тоже нужны и очищение и диетки и все 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 я говорю что сейчас она может попросить свое подсознание она знает и умеет все просканировать все ее тело убрать все изъяны в программе восстановить целостность всех программ на абсолютное здоровье молодость красоту на омоложение долголетие привести весь свой организм на всех уровнях до нормы до нормы чистой святой вселенной которая была до прихода врага наполняться энергиями света чистоты радости здоровья получаются получается получается какой-то взрыв произошел буквально какой-то какая-то штука у нее сзади как будто бы отвалилась со спины как будто бы какой-то то ли имплант то ли программа я говорю чтобы она все чужеродное что ей не принадлежит выбросила из сон своего пространства растворила кислоте сожгла атомной бомбой остатки выбросила в портал и стерла со всех информационных полей она свободна ничего не было я сейчас увидела ген вот как будто бы вот она огромный стоит передо мной я говорю чтобы что ее генетика подчиняется ее воле это знают все чтобы она сейчас изменила своими высокочастотными энергиями структуру и программу своего гена до идеального чтобы она изменила геном своего рода привела его в соответствие высоким вибрациям чистых вселенных чистых свободных святых вселенных и привела в соответствие этим высоким нормам самой жизни на счет три это сделает один два три какая-то фантастика вот этот темный ген начинает светиться и какая-то чернота уходит 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 я говорю чтобы ольга все что ей и не принадлежит все что не соответствует таким высоким ее требованиям уходила туда откуда пришло ну конечно же уходит сектор интерференту уход проходят какие-то волны по ней очень интересно хорошо так также ольга хочет передать информацию о своем освобождении всем своим близким родственникам и всем людям кто захочет взять эту информацию оставить ее свободном доступе в эфирном пространстве да она это сделала я говорю что она может рассказать всем вселенным о тех событиях что происходит у нас на планете земля призвать в свидетели все вселенные всех людей которые страдают на земле и все призвать вот такие механизмы кармы и сама механизмы самоуничтожения зла да она эту информацию оставляется в одном доступе хорошо также ольга хотела узнать в каком пространстве находится ушедший из этого воплощения отец николай ну он хорошим пространстве находится я говорю что ольга может передать ему информацию о своем освобождении он еще кого-то там показывает но они не говорят с нами других пространствах он взял и уходит хорошо мама галина вот они вместе были она тоже повернулась они как бы с отцом в одном пространстве они вместе там она тоже передает ей хорошо бабушка ольга вот там кажется вся семья вместе и дедушка там тоже сейчас я с бабушкой вот посмотрю что бабушка получила вот интересно и сразу привязки эта информация сразу уничтожает все привязки бабушка сейчас ольга позовет дедушку и дедушка они все вместе я такое первый раз вижу что вы вся родня он тоже получает вот лично все в хорошем пространстве да хорошо теперь возвращаемся к эфирному телу ольги посмотри как она выглядит сейчас она сияет вот эти фрактальные энергии она пробудила свою генетическую память она как свободный ангел крылья свободные чистые белые спроси у нее мы все для нее сделали что должны были сделать на этом сеансе да мы можем завершить работу для нее да хорошо давай тогда прощаться с Ольгой проверяй проверяй пространство вокруг себя все ли чисто да все чисто можем выходить да да хорошо тогда я сейчас посчитаю от одного до трех и ты вернешься в настоящее откуда я с тобой разговариваю ты будешь чувствовать себя отдохнувший ты будешь чувствовать себя великолепно один два три открывай глаза как себя чувствуешь ой прекрасно хорошо Ольга включайте микрофон ой были какие-то ощущения во время сеанса когда Вика начала снимать вот эти первые гири которые там были у меня с ноги и у меня было ощущение полета было ощущение вот как я вздохнула мне прям аж ну как полной грудью а то давило что-то я чувствую это вы снимали это не я я ничего не делала озвучивали я старалась работать старалась все выбросить все что мне не нужно и хотела вот эти крылья расправить и в общем ну дышать стало легче и потом уже в конце когда вот наполнялась этими энергией прям это дают вибрации аж такой мелкая мелкая дрожь но приятная такая по телу я просто перед сеансом я открывала в интернете смотрела что такое фракталы просто было интересно такое слово не знала я представляла все время эти красивые узоры красивые вот эти цветы и у меня я не озвучивала или озвучивала не помню когда после вот операцию мне делали я выходила из наркоза у меня вот такие же эти цветы как нарисованные такие неземные обалденно красивые были ну в общем я вам безмерно благодарна я рада что я освободилась от этого и освободила свою семью ну максимально информацию пораздавала ой жить прям хочется отлично отлично хочется жить огромная благодарность низкий поклон и вам Виктория и вам Тарас я считаю что вы мои спасители ой ну прям сами себя спасли да но работать буду я поняла ваше напутствие я буду работать и желание жить свернуть горы в общем вот такое состояние вообще когда вот сеансы просматриваешь понимать приходит осознание что ты не забитый раб божий а что ты можешь все и когда вот можешь все совсем по-другому смотришь на жизнь то есть вот я отказалась от этих праздников там новых годов там и прочее прочее это ерунды и насколько стало легче жить от этих забубонов от этих гороскопов лунных календарей то есть вот это вся суета и кишура она я понимаю что это так мелко это так не нужно совершенно столько времени освобождается да хочется понимаете ну я вообще-то человек такой всегда творчеством то вязала то шила то рисовала ну то на даче там цветочки какие-то клубы немыслимые там ну что-то такое и хочется творить 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 в общем я очень рада я очень вам благодарна отлично спасибо скажите мне хотите вы помочь другим людям опубликовать свое видео да обязательно публикуйте пусть люди видят и пусть люди может быть кого-то это приведет к освобождению кому-то точно поможет надеюсь лицо можно оставить открытым вы знаете сначала сомневалась а потом в процессе сеанса а чего мне бояться я свободна пусть все видят отлично и единственная была у меня мысль вот когда Вика озвучивала имя вера я думаю что это ложное имя не знаю почему мы никогда не обращаем внимание на эти имена забыть и выбросить да да почему потому что все колдуньи они берут ну как бы псевдонимы все они когда она это не обращаем внимание абсолютно то есть когда она например они же так и говорят вот эта практика имя имя наречения очень популярна да вот зачем они это делают спрятаться спрятаться укрыться и это может фонить потому что мы даже никогда на это не обращаем внимание ну да ничего не было все забыли все я просто говорю что приходит понимаете это иначе нельзя то есть что приходит что вижу то я должна говорить ничего не скрывать не утаивать потому что иначе потом но так не работает потому что соседи мои у меня многоквартирный дом я же с ними продолжаю жить опять же в одном доме понимаете это же неизвестно где это было когда это было это же какие-то соседи понимаете это это же короче я об этом уже не думаю все но понимаете там совершенно спрашиваешь такой вот какой-то фрагмент именно этой информации это же не то что там открываешь фильм и там все картины и ты можешь посмотреть это я поняла спасибо большое вам огромное спасибо пожалуйста пожалуйста ну потом будем про да потому что муж и дочь на очереди на следующие сеансы я надеюсь увидимся спасибо до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...